Всем привет! В начале своего видео я хочу обратиться к девушке, которая живет в городе Великий Устюг. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Дело в том, что я удалила нашу переписку, когда чистила телефон. В общем, я жду от вас сообщения. Так, а теперь я приступлю непосредственно к демонстрации того, что мне сегодня пришло. Вам всем, ну, я думаю, что практически всем известен блогер Залина Ю. Залиночка, вам огромный привет. Вот, передаю привет в Казань. И что случилось? Я у Залины приобрела браслет. Я его как увидела, все, мне он срочно понадобился. Я его приобрела, вот он. Я думаю, многие из вас видели его. Но я жутко, я просто так разочаровалась, я вам передать не могу, девчонки. Когда я увидела его в видео Залины, я почему-то решила, ну, вот так мне привиделось, что он черный. Что вот этот ремешок черный. Я у Залины не спросила вообще ничего, ни фотографий не попросила. Единственное, что я длину, размер. Залина мне сказала, замеры меня абсолютно устроили. Все, сделка состоялась. Я сегодня на почте, открываю посылку и такая, что это, что? У меня, знаете, у меня такое состояние было, и тишина такая. Не знала, что сказать, что сделать, как это понять. Девочки, он коричневый, представляете? Но, Залина, я довольна абсолютно совершенно. Я вам очень благодарна. Разочарование было, знаете, какое? Было буквально нескольких секунд. Потому что я представляла увидеть черный браслет. Почему? Я объясню. Коричневый цвет, он не мой. Я его не люблю, я его не ношу. У меня нет коричневой одежды. У меня только есть рыжие ботинки, рыжая сумка, какие-то аксессуары. И то рыжие. С коричневым цветом у меня очень сложное отношение. Не знаю, почему. Вот. Ну, я его сразу тут же надела. Здесь вообще здоровская застежка. Залина мне еще чек его положила. Сейчас. Сейчас, смотрите, как он сам, оп, цепляется. Я его надела, все. И, девочки, я вам скажу так. Вот, чем больше я на него смотрела, тем больше он мне начинал нравиться. Плюс у меня нет вообще ничего подобного. Мои браслеты вы видели буквально сегодня. Это нечто новое. Тем более, это итальянское украшение. Как бы тоже огромный плюс. Вот. И даже дело не в этом. Я как-то примирилась, знаете, с его цветом. Мы помирились с браслетом. Браслет, я думаю, со мной тоже помирился. Он на меня не сильно обиделся. То, что у меня была такая реакция на него сразу. Так что все классно. Вот такая покупка. Мне очень нравится вот сама вот эта, как змейка. Но я покупала этот браслет для себя. Все знают, что в основном у змеи у меня уходит Эльнури. Но этот браслет я купила себе. Я его оставлю. Моряшка тоже подрастет, тоже будет носить. Я постараюсь его к тому времени не сильно истрепать. Ну, в общем, вот так. Вот такая у меня покупка от Залины. Мне нравится. Я знаю, с чем я буду его носить. Так что вот так. Спасибо. Еще сегодня пришла моя поменяшка с Кристиной. Я говорила о том, что я жду два кольца, два перстня. Я неправильно назвала имя. Я извинилась и под видео, и лично. Я прошу прощения еще раз. Кристина. В общем, пришли колечки мои. Ты уже свою посылку получила. Ты довольна, чему я очень тоже рада. Я довольна безумно. Безумно. Я знала, что мне идет. Ну, понятное дело. Я видела и фотографии, и коротенькие демонстрационные видео мне тоже прислала Кристина. Да, прошу прощения, что-то горло закашлялось. Вот. Я знала, что мне идет, но все равно, когда ты берешь в руки, совершенно другая история. Девочки, в эти кольца я влюбилась с первого взгляда. Сначала меня покорило одно кольцо, а потом второе просто. Это был контрольный выстрел. Единственное но, что во втором кольце топаз. Мое отношение к топазам совершенно ровное. Я его озвучивала, как бы. И даже Кристина удивилась. Она говорит, у меня есть топаз, и я покажу. Но я знаю, что как бы тебе не очень нравится. Я говорю, ну покажи. А она мне показала, и все. Я сознание потеряла, и сказала, что я хочу это кольцо, чтобы это ни было. И оно безумно красивое, девчонки. Этот перстень просто нечто. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, что. Вот такой здесь огромный топаз. Здесь еще идет отделка совсем мелкими фианитами. Вот в этих завитушечках. Здесь чуть-чуть зернь. А вот здесь, посмотрите. Кристин, размеры мне идеально просто подошли. Совершенно. И радует, что именно на средний палец, что не на обезымянный. Я очень довольна. Вот. Подальше тоже покажу. Посмотрите, какой, во-первых, он высокий. Какой он крупный. Какой он невероятно красивый, девочки. Посмотрите, какая у камня гранка. Даже вот эта сверху оплетка такая, она не смогла спрятать красоту его. Наоборот, только, мне кажется, подчеркнула. Больше тайны, больше загадки. Очень красивый перстень. Спасибо огромное, Кристин, за то, что ты его показала. Вот, клянусь. И за то, что ты согласилась с ним расстаться. Вот, посмотрите, какая красота. Прямо похож на сердце океана, да? Кто помнит своими вот игрой граней. Очень красивый. Я надену и 2 секунды поболтаю. Как вы заметили, наверное, у меня уже новый цвет лака. На фиолетовой подложке, на совершенно простом лаке. На самом обычном. Я решила рискнуть. Все получилось. Единственное, что я сушила в лампе и закрыла топом. Все. Здесь пошел уже один слой кошачьего глаза. Девочки, я сегодня целый день, короче, не дома. Я с утра, с утра дня на реке, с утра у меня дома были дела. Потом я пошла на почту. Потом я поехала за контейнерами, за город. Я приехала домой. Пока Марьяша кушала, я себе сделала лак, поменяла. Потом сегодня у моего свекра день рождения. Мы ходили туда. Мой муж на работе. Завтра у него день рождения. Но он опять на работе. Поэтому завтра мы не отмечаем. Мы подарим папе нашему подарок. А отмечать уже будем потом. Всей семьей. И что я хотела сказать? Я забыла. А хотела я сказать, что мне не было дома. К чему-то я это вела, но я не помню. Ой, все плохо, девочки. А, я хотела сказать, что когда я получила эту посылку, я все думала, быстрее бы мне снять, показать вам свою красоту. Но от того, что вот целый день я говорю, меня не было, не было, не было. Вот я пришла от мамы. Ну, от мамы с папой, скажем так. И, наконец-таки, я собралась и села. Чтобы показать вам, что у меня теперь будет жить. Эти кольца сразу уходят в раздел неприкосновенных, скажем так. Сейчас я вам покажу второе кольцо. От него у меня тоже просто снесло крышу. Выражусь на таком сленге. Не очень несвойственном, но тем не менее. Посмотрите, какое. Это вообще идет мне на указательный. Вообще я довольна, как не знаю кто. Посмотрите, здесь я знаю. Мне Кристина говорила, я забыла название вот этого камня. Это топаз. Это я не помню что. Это, по-моему, агат, то ли оникс. И жемчуг. Здесь вот такая еще зернь. Вот такие цветы. Плюс здесь фианиты. Кольцо очень крупное. Невероятное. Красивенное. Обалденное просто кольцо Кристина. Вот, здесь тоже повторяется вот эта тема. Видите? Если я правильно помню, то Кристина, по-моему, вот это кольцо приобретала в каком-то антикварном магазинчике. Кристин, если я ошибаюсь, ты меня, пожалуйста, поправь под видео. Хорошо? Потому что в голове столько информации, я могу напутать. Вот. Вот так он выглядит изнутри. Посмотрите. Края вот камня спрятаны. Вот во всей этой оправе невероятной. Он очень красивый. Очень. Я уже сходила в нем к свекру, к свекрови. В нем я была. Видите? По-моему, это очень красивое кольцо. Спасибо, Кристина. Если честно, я лак под него как-то замутила. Но вот оттенок все равно другой. Когда вот я смотрю вне камеры, они больше подходят друг к другу. Вот эта зелень с этим сочетается. Фиолетовый оттенок идет к жемчужинам. Они на... Прошу прощения. Они на камере кажутся коричневыми. Нет, это не так. И не так. Но все равно они с перламутровым. Ну, не чисто коричневый жемчуг. Не знаю. Ой, девочки, представляете? Давайте я вот так вот сделаю все. Видите, какая красота у меня, девчонки. Вот так. Сегодня вот как я разбогатела. Спасибо большое. Завтра планирую пойти гулять, дай бог. Обязательно надену это колечко. Это не получится уже надеть. Но два вместе же не наденешь. А вот это к моему наряду будет самое то. Ну, завтра, я надеюсь, я с ним увидю. Посмотрим, как пойдет. Вот так, девочки, смотрите, сколько времени я болтаю. Это просто катастрофа. Все. Я буду заканчивать. Я еще раз попрошу девушку из города Великий Устик написать мне обязательно. Я жду от вас сообщения. Вот. И всем хочу пожелать всего самого доброго. Берегите себя и своих близких. Всем пока.